Всем привет! У меня уже был рум-тур, так что сегодня у нас будет еще в том числе рум-тур. А еще мне странный голос, потому что я реально только что проснулась. И если вы спросите, так каково хрена, если ты только что проснулась, ты сразу записываешь камеру, я вам отвечу. Потому что камера у меня у кровати стоит, и это то, на чего я могла дотянуться раньше всего. Вот настолько близко обычно стоит штатив с камерой у меня у кровати. У меня достаточно амбициозные планы на эту комнату. Бедные дают. В общем, это то, как выглядит комната сейчас. Мусора много, не мусора, тоже много. Почему-то здесь вообще подушки. Да, вечно у меня какие-то мандарины тут лежат. Черничку хотите? Я хочу переделывать полностью всю комнату. Я хочу даже переделать стены. Да, у меня есть одна очень-очень-очень. Возможно, обратили внимание, что в каждом видео, на каждой фотке у меня всегда вот это постельное белье. Если что, это не потому, что у меня нет другого постельного белья, я вам вынуждена спать на одном и том же, не меняя его абсолютно никогда. Дело просто в том, что очень много одинакового постельного белья есть. Интересно, есть еще такие же странные люди, которые покупают абсолютно одинаковое постельное белье, чтобы пока одно было в стирке в глажке, второе постелить. Очень сильно привыкаю к моим любимым вещам. И вот смотрите, это сейчас так выглядит мое кресло. Я поменяю себе кресло на ровно точно такое же. У меня будет абсолютно такое же кресло, только уже без этого. Вы не представляете себе, как сильно я его люблю и как сильно я была счастлива, когда она у меня появилась. Она у меня появилась еще даже тогда, когда у Карин стример что такое кресло не появилось. Это просто моя самая нежная любовь. На этом кресле сейчас нереально сидеть в шортах, потому что эти штуки очень колючие и они просто всю задницу разрывают. Здесь был робот-пылесос, куча проводов и чермандер. Теперь порядок. Это просто ад для перфекциониста. Почему кровать вообще сместилась сюда? Так-то явно лучше. Это все надо отнести в стирку. Это все надо перезаправить. Ваши животные тоже любят те моменты, когда кровать только застилана, на них приходить, ложиться и сидеть. Бесит то, что там стоят сланцы, сланцы, блин. И компьютер. Я абсолютно без понятия, что туда вообще поставить. Кот испугался, что я села на кровать. Ну, извините, пожалуйста, что я села на кровать, на которой лежали вы. Что касается самой зоны над кроватью, я, короче, вот что хочу сделать. Вот эту вот сетку, которая у меня там стоит сейчас, снять оттуда и один кусок сетки повесить прямо вот сюда вот. Пес здесь пыли было, хотя здесь часто убирались, вы не думайте. Это он идет подтверждать. На каких соплях крепилась вся эта конструкция? Просто тупо скотч, какая-то хрень, два шурупа криво-приверченных. И типа ее я хочу повесить над кроватью. Вот так вот. Но к этому потом вернемся, потому что здесь нужно будет, чтобы Давид сверлил. Пока все делаю своими силами. Эти штуки просто нереально тугие, боже, они вообще ужасные. Все, а эту сетку я пока не знаю, куда деть. Возможно, я положу ее на балкон и буду потом использовать какой-нибудь реквизит для съемки, чтобы, типа, делать такие фотки. Мне нравится, как выглядит кадр. Вот вообще, знаете, скоро карантин закончится, и я вообще дома сидеть не буду. Я буду целыми днями и ночами гулять. Нет, это не значит, что я не буду снимать видео. Видео, как в Ютубе, так и в ТикТоке, так и в Фоточке в Инстаграм, и Стори. Я заказала себе вот это. Смотрите, это мышка. Pebble M350 от Logitech. Она такая маленькая, ее даже в карман можно положить. У нее совершенно бесшумное нажатие кнопок. Кстати, эти мышки были еще в розовом и графитовом цвете, но я выбрала себе белую. Это клавиатура K380, тоже от Logitech. Ее можно даже к смартфону подключить и сидеть с него, спокойно набирать какой-то там текст, писать посты. Блин, это же вообще шикарно. А еще мне очень нравится дизайн. Такая стильная, красивая. Ссылку на магазин я оставлю вам в описании, так что чекайте. Абсолютно белая стена. Что хочешь тут, то и делай. Я хочу сейчас распечатать на компе какой-нибудь прикольный арт, какую-то картинку, например, с монокумой. Склеить ее как мозаику вот здесь, чтобы у меня здесь был огромный-огромный монокума. Сюда же придвинуть рабочий стол, но, очевидно, перед тем, как тащить рабочий стол, тут не промешало бы пропылесосить. Вот только не говорите, что у вас куда более убрано, чем у меня. Вот серьезно, я в это не поверю. Ладно, я верю, что есть люди не сыни. Ствол в высоту был 74 сантиметра. Ну, значит 74. Предстоит сложная работа. Нужно найти арт в огромном разрешении с мономишкой. У меня есть несколько вариантов мономишки. Мишка номер раз, так, три. Этот или этот. Но я думаю, надо делать это, потому что это не аутентичен. Это просто чей-то арт, и он не похож на самого себя, а вот этот вот похож. Нет, вы мне, конечно, извините, я не планировала делать макияж в этом видео, но я не могу не сделать макияж в этом видео, потому что смотрю на этого мономедведя, и я просто хочу... СДЕЛАТЬ МАКИЯЖ! У нас получается мономедведь на 21 страницу, поэтому сейчас мы принтеры загружаем, и начинаем его печататься. Все началось? Да. Фига себе! Вот такие вот куски бумаги у нас будут. Сейчас я найду где-нибудь, где у нас есть мишка. Обалдеть! Он огромный просто будет. Это вообще чума. Надо вырезать. Короче, Дэвид там решил мне помочь, и сейчас мы будем вырезать монокуму. Здесь смысл будет в том, что сейчас нужно все эти листочки, которые есть, идеально обрезать по бокам. Если ты случайно заденешь и срежешь чуть больше, то у тебя конечная картинка будет с дыркой. Имей в виду, потому что ты будешь одну картинку, ну, одну бумажку с другой прикреплять. Знаешь, Дэвид, ты уверил, что нужно для вас челезть было эти черные все? Мне кажется, что эти черные, это прозрачные. Просто он почему-то решил, что они черные? Потому что в этом мономедведе нет такого большого черного. Он, там, типа максимум 2-3 черных штуки. Он, скорее всего... Ну, это правая нога, ляжка его. Ну, что, у него ляжка, типа, километровая? Ну, сон, 21 картинка. Конечно, километровая. Просто найди киску. Ах, это же там киска. Коська, Коська. Вы хоть что-нибудь можете сказать в свое оправдание, кот? И все, и на этом моменте я должен понять, что мы обосрались. Смотри, все, у него здесь должна быть уха. А он распечатан на кучу черных и сраных листов. Нам переделывали, что у нас будет сейчас полностью. Вот это я говорила. Я сейчас говорила на месте. Кот, не лежись, камеру пишет. Как так сук вышло? Мы должны были вот это вот все, вот это вот так вот вырезать потом. Мы должны были вот это вырезать по контуру. Нам не нужно было тупо черные квадраты херачить. Мы просто, мы просто обосрались. Давид, ты понимаешь, насколько сильно мы сегодня обосрались? Мы так сильно не обсирались давно уже. Все нормально. Хватит, хватит воскрешать невоскрешаемое. Оно мертво. Да, кот, ты живешь в очень тупом месте. Если бы не знали, как выглядит человек, когда обсирается, он выглядит именно так. Забираем листочки и приступаем к нарезанию. Вот как все это выглядит. Вырезанный медведь. Вот догадались, я все еще не сделала макияж. Просто мы подумали, что лучше сразу это сделать, потому что это заняло у нас очень много времени. Но самаром над этим медведем 2,5 часа проторчали. Это, конечно, вообще пипец. Сейчас мы его уже наклеим, перетащу компьютерный стол, и потом я сделаю макияж. Да. И буду продолжать. Тут местами есть неровные стыки, их надо закрасить. Excuse me? Дым-дым-дым, мы жарим картошку. Дым-дым-дым, мы жарим картошку. Дым-дым, мы жарим картошку. Да. Девиантный медведь. Меня просто вот это место, оно страшит. Оно меня страшит. Просто как тут можно не страшиться? Мне кажется, там кто-то определенно помер. Возможно, даже он был не один. Братская, блин, могила. Прежде чем все переместить туда, нужно будет сейчас взять комп и полностью его пропылесосить. Мне кажется, это выглядит очень круто. Это выглядит очень поехавше и очень круто. Я так люблю. Итачи. 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 Короче, я сижу в моем новом углу. Мне так уютно. И мне так хорошо. Что я просто, когда села отдыхать, я поняла, что я уже отсюда не могу встать. Так что увидимся с вами уже завтра. Но по вашему времени через одну секунду. И завтрашний день я начну с крутого макияжа, как у Мономишки. Мне просто осталось две серии, и я хочу ее досмотреть. Я не знаю, что мне смотреть потом. Если есть идеи, то пишите. Хотя, знаете, Мономишка, это как-то язык не поворачивается назвать. Это отрыжка какая-то, а не Мономишка. Мономишка. Отрышка. Я просто король-паричок. Король-паричок. Вроде мы попрощались, но я видела король-паричок. И поняла, что я хочу накрасить ему губы. Да, просто почему бы не накрасить в башке губы? Не падай, паричок! Оно похоже с тобой. Мое лицо блестит, потому что это крем. Я недавно нанесла крем. Ну все, пока. Ох, красотка, а рот-то какой призывающий. Решила помыть перед сном волосы, чтобы проснуться, и утром они были сухие, и чтобы, короче, не тратить время. Я просто забыла, почему говорят, что не надо мыть волосы перед сном. И тем более ложиться спать мокрой башкой. И вот такой вот образ у меня получился. Я решила, вдохновившись этим медведем, сделать с этой стороны такие стрелки. Причем, если вы обратите внимание, они выглядят так, как будто они нарисованы на бумаге. И в этом была моя задумка. Я специально не стала полностью их обводить, потому что тогда этот эффект был бы утрачен. А так, за счет того, что они кое-где очерчены черным, а кое-где нет, создают впечатление того, что они подрисованы карандашом. Ну, а с этой стороны я просто решила сделать огромнейшую стрелку и обвести ее красным сильно ниже контура. Сейчас я делаю все для того, чтобы мой макияж получился лучше. И, если честно, я вижу изменения, которые происходят. Но также я понимаю, что это далеко не мой предел. И сейчас моя главная цель это сделать так, чтобы вы гордились мной и моими достижениями, и чтобы вы вдохновлялись. Вот. Здесь я хочу сделать зонирование. И чтобы у меня получилось так, что диван, кровать и мой рабочий стол, это как бы одна часть комнаты. А вот здесь вот будет чисто моя бьюти-зона, где я буду снимать видео на макияжную тематику. Можно сказать, четко отделить от кроватной зоны. Кроватная зона, да. Кроватная. Кроватная зона, да. Понимаете, что делать с этой пугающей меня вещью? Потому что здесь концентрированы мои, в общем-то, парики, моя стойка для укладки париков и всякий хлам там еще. При этом ставить куда-то сюда эту штуку я не хочу, потому что мне здесь нужно пространство для маневра. Это матча. Она очень вкусная. Это покажется безумием. Ну, все это видео, оно и есть. Я хочу навесить на вот эту вот хрень. Нет, не наши с Давидом совместные фоточки. Нет, не бенгальского котика по имени Евил. Нет, не пафосную кицу. И я хочу туда повесить всех наших любимых игровых персонажей. И чтобы Давид тоже своих распечатал, мы их повесили. Вот это вообще поехавшее дерьмо. Вот это я люблю. Вот это классно. Я их прям с компа на полароид фоткача буду. Вообще, представляете, еще какого-то такого тупого человека, который бы начал вешать над кроватью своих, сука, симов и персов из Вова. Что ж, я поставила бабенку в хорошее место на фоне свечей. Теперь осталось понять, получится ли ее сфотографировать на полароид так, чтобы полароид вышел нормальным. Да, это не полароид, а фиас-челло. Попытка номер два. Да, конечно, красота получилась. И нет, это не в размытии. Оно вот такое вот и вышло. В таком случае я вообще не вижу смысла эту штуку вешать. Потому что я уже придумала эту идею, она мне уже понравилась, я уже ее захотела. А раз не получается, значит не получается. Ну, теперь моя комната выглядит зато как-то так. Всем спасибо за просмотр, всем пока. А я пойду беситься, а я пойду злиться.